Поближе. Те, кто еще себя пока считает юным христианином, приступите. Свет глазам ваших. Пропустите детей вперед. Здравствуйте, юные христиане. Послушайте загадку. Умейте разгадывать загадку? Да. Сложность? Да. Готовы? Да. Ну, слушайте. Послушайте и отгадайте, о чем здесь говорится. Хранитель всея вселенная, красота церкви, цари и держава, верных утверждения, ангелов слава, демонов язва. Господь. Ответ спрятан в этом сундучке. Давайте будем разные варианты говорить. Какой вариант? Господь. Господь. Тут сложные спроси сюда. Икона. 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 Взрослые не подсказывают. Дети говорят. Какие еще варианты, ребята у вас? Тихо, у тебя есть варианты? Икона. 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 Да? Без вариантов, конечно. Еще есть? Молитва. Исчерпан лексический запас наш. Поэтому, ну что ж, если вариантов нет, посмотрим, что это. Подгадаем, да? Есть добровольцы? Как тебя зовут? Аня, иди сюда. Бери сундучок. Повернись только, чтобы. Открывай сундучок. Что там внутри? Самому интересно. Так. Смотри. А, да. Тут не так просто открыть, да? Застежечка такая. Оп. Оп. О, покажи всем, чтобы все видели. Крест. Да, там кто-то подсказывал, конечно. Да. Ну да, это правильный ответ. Спасибо. Ну. Вот. То есть, на самом деле, слова, которые я произнес, ну загадка, да? Это святили кресту Господнему. На службу средствовоздвижения мы слышим эти слова. Крест хранитель всей вселенной. Крест красоты церкви. Крест царей державы. Крест верных утверждений. Крест ангелов слава. Крест демонов язвы. Друзья, что же это такое крест? Что это такое? Как вы думаете? Что это? Это где родился Иисус Христиан. Где его распяли. Где его распяли, да? Да. Где Господь распялся за нас? За каждого человека. Что еще можно сказать о кресте? Друзья. Ведь у вас он висит на груди. На груди вы носите крест. Почему для нас так дорог, крест Господень? Почему? Почему христиане носят крест? Потому что он уже сохраняет берега. Ну, знаете что. Ну, конечно, для нас это святыня. Да, Господь нас хранит. Бывает так, что человек потерял где-то крестик, да? Что, Господь его не будет хранить после этого? Ну, потерялся. Ну, что делать? Особенно у меня у сына в детском саду раза три крестик терялся. Ну, у нас, у меня тоже терялся, у нас есть безопасные. Слава Богу. Это очень хорошо и безопасно. Почему для нас дорог крест? Почему христиане носят его на груди? На груди поближе к сердцу человек обычно носит то, что ему дорого. Да, то, что для него, кажется, самое-самое важное, да? И для нас крест, почему он так важен? Потому что это знак любви. Кого-то, кому-то. Знак любви чьей крест? К Господу. Господа, конечно. А к кому? К кому? К нам, конечно. То есть Господь нас настолько любит, что согласился, что сделать? Ради нас. Господь согласился ради каждого из нас умереть на кресте. Страшная смерть на кресте, как вы думаете? Мучительная, ужасная. Люди придумали такую казнь, чтобы распинать на кресте других людей. Это ужасно. Вот, и, конечно, Господь так нас полюбил, что согласился за вину каждого человека распяться на кресте. Представьте, что каждый из нас осужден. Но нам грозит смертная казнь. Вдруг. Но кто-то находится, такой добрый, хороший, который приходит и говорит, хочешь, я вместо тебя все это претерплю, потому что я тебя очень люблю. Вы с радостью соглашаетесь, конечно. Ой, слава Богу, хоть я жив оставлю, да? Ну, этот добрый человек за вас мучает, пострадает и умирает. Можно сказать, что он вас бесконечно любит? Конечно, можно. Вот такой человек есть у нас, у каждого. Кто это? Кто этот человек? Правильно? Господь Иисус Христос. И мы сегодня слышим такие слова на Евангелии, да? Кто хочет идти за мной, говорит Христос, отвергни себя, возьми кресло и следуй за мной. Как это сделать? Как это? Что достаточно носить крестик и можно ничего не делать? Нет. Не молиться, не делать добрых дел, не ходить в храм, не участвовать в тазах. Нужно. Чтобы полностью согласиться. Все это тоже нужно. Потому что можно носить крест, да? Но даже не знать о Христе, правда? Ведь много кто носит на груди всякие красивые украшения, правда? И крестик тоже может человек носить. Он может даже во Христа не верить, не знает его и не любит. Вот поэтому взять свой крест и нести его, это означает что? Это означает стать христианином. Последовать за кем? За кем последовать? За кем идти? За Господом. За Господом, конечно. Если мы ученики Христа, то мы за кем идем? За Господом. За Господом Иисусом Христом, да? И возможно, вы все хотите стать Его учениками и быть учениками. Хотите быть учениками Христа? Хотите? Хотите. Вот. А для того, чтобы быть Его учеником, мы в прошлый раз об этом говорили. Умение слушать. Молодец. Прекрасная память. Мне бы так было. Слушал, потому что. Вот. Умение слушать и быть послушным. Да. Тот, кто слушает, тот послушает. Тот, кто услышал Христа, тот Ему послушан. Да. Конечно. Тот, то, что Он говорит, делает? Или пропускает? В одно ухо вылетело, в другое вылетело. Конечно, делает, да? Вот. И, конечно, мы тогда берем крест и выполняем все слова Господа Иисуса Христа. И в храм ходим, и молимся, и делаем добрые дела, и Евангелие читаем. Слово Божие нужно читать. И общаемся между собой, христиане, да? И тогда мы можем стать учениками. Но есть испытания у каждого христианина. Бывает так, что из-за того, что мы носим крестик, даже просто из-за этого, да? Или что мы просто христиане, другие люди могут над нами смеяться. Может быть такое, как вы думаете? Да. Вот. Но смехаться, там, и деваться надо. Говорит, вот это, христиане, там. Могут даже нам причинить вред и побить. Такое может быть, да? Вот. И Господь говорит, чтобы мы не последились Его слов. И шли до конца. Вот. И Его ученики шли до последнего. Боялись апостолы, что над ними будут смеяться. Последились Христа? Последились апостолы? Нет, не последились. И не последились даже до того, чтобы пострадали. Согласились жизнь свою отдать за Господа Иисуса Христа. И мученики, вот, сон мучеников, множество людей, которые согласились пострадать, умереть, только остаться верными друзьями Господа Иисуса Христа. Поэтому Господь говорит такие страшные слова. Если кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Мы не хотим, чтобы Господь нас постыдился, правда? Да. Мы хотим, чтобы Господь нас сохранил, вот, и чтобы мы остались верными для Него друзьями. Вот о чем крест Христов. Крест это знамя победы христианской. Мы носим крест, потому что это признание в любви. Это никакой не талисман и не амулет, не магический артефакт. Это то, что для нас дорого. Это то, что является любовью Господа ко мне. И крест это Христос, одно и то же. Целуем крест, целуем Христа. Целуем Его любовь. Благодарим Господа за Его жертву на кресте, за каждого человека. Ради нашего спасения, ради каждого человека. А сейчас мы будем с вами приступать к самому главному таинству причастия тела и крови Христовой. Ведь ради этого мы все здесь собрались, правда? Это самый такой важный момент литургии. И я хочу немножко с вами поговорить о том, как мы причащаемся. Немножко поиграем. Я сейчас буду вам говорить неправильные советы, причащения. Я буду говорить ужасные вещи, дорогие взрослые, дети. И нам нужно заменить неправильное, то что я говорю, вредное советы батюшки. Заменить на правильное. Только слушайте внимательно. Не соглашайтесь. Я буду ерунду всякую говорить. А вы на Валиновке в церкви тоже бываете, да? Не знаю, может быть это мой двойник. Слушайте первый совет. Неправильно. Когда готовишься причащаться, не прощай обидчиков. Пусть им будет долго стыдно. Не прощайся. Правильно. А как правильно? Прощайся. Конечно нужно простить обидчиков. Перед причастием стоит поссориться как можно с большим количеством людей. Пусть они все на тебя обижаются. Нет. Надо как можно с меньшим количеством, а лучше вообще. Согласен. Зайдя в кран и подходя к чаше, распихивай локтями всех, кто стоит на твоем пути. Пусть ничто не помешает тебе причаститься. Нет. Пропускай всех. Лучше, кто первый, то последующий совет вредный из этого вытекает. Старайся причаститься раньше всех. Именно так рождаются лидеры. Нет. Старайся причаститься позже. Лучше выступить другим. Маленьких пропустить вперед. Младенцев грудных. Тем, кому тяжело ждать. Их лучше пропустить. Когда причащаешься, подходя к чаше, не стоит называть свое имя. Пусть батюшка сам догадается, как меня зовут. Называть надо. Да. Нужно произносить имя. Потому что священник за вас молится в момент причастия. Когда причащаешься, руки надо расставить в стороны, чтобы никто не смог тебе помешать. Нет. Надо перескать. Вот так. Безобранных нагрузиться, чтобы не мешать, наоборот, другим людям. Когда причащаешься, рот не обязательно широко открывать. Пусть батюшка сам постарается попасть ложечкой в твой маленький ротик. Нет. Нет. Наоборот, надо открывать широко рот. Как священник сможет вас причастить? Правильно? Никак. Когда причастился, делать гадости не страшно. Это самое время, чтобы начать осуществлять свои коварные планы. Нет. А что надо делать? Надо делать добро. Нужно стараться делать добро другим людям. Поступать по любви. Поэтому забудьте все мои вредные советы. Запомните хорошее, то, что вы сами назвали. Сейчас будем готовиться. Не будем шуметь. Друзья, пока священники причащаются, очень шумно бывает. Поэтому наберемся терпения. Это не долго ждать. Будем, не будем, не будем мешать. Не будем мешать всем, кто в храме. Закроем ротик на замочек и будем про себя молиться. Вот. Вдохновляться, что мы сейчас все причастимся к телу и крови Христовой. Спаси Господь. Конец и Богу слава. А, конец и Богу слава. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.